У нас позавчера случилось горе. Утром рано наш голубёнок захотел кушать. Я ему приготовила всё заранее. Он проснулся, и мой сын Исаак начал его кормить. Покормил его, а он всё равно остался голодным. Потом я пришла и дала ему еду. Но у меня не было такого терпения, чтобы его докормить до конца, как было раньше. Я ему дала, положила, а потом пришла и ещё покормила его. Вот. И оставила его одного в комнате. И вышла. Решила не закрывать дверь. А он, видимо, услышал, что мы в зале. Ему было скучно. Он захотел к нам прилететь в зал. Смотрю, я в зале стою. Смотрю, к нам летит какая-то огромная бабочка. Потом эту бабочку вентилятор сильно ударил. Она из-за сильного удара отлетела, ударилась в зеркало, а потом упала на пол. И кровь, и много крови. Я подхожу, а это наш Гоша лежит. Он... То... Я посмотрела, у него там... Голову он сильно... Сильно... Удар прошёл всё по голове. Видимо, он у него сотрясение мозга. Наверное, косточки поломались его. Голова поломалась. Крови было много. Короче, Гоша умер. Мы не могли поверить, что это Гоша. И он... Я в шоке была. Дети начали плакать. Я держала его в ладошках. И он просто умирал. А мы ничего не могли... Ничем не могли ему помочь. Он был тёпленький. А это тепло. Его тело уходило. Ножки становились твёрдыми. Мы его звали Гошечка. А он нас не слышал. Шарлотка, расскажи. Что ты чувствуешь? Плёво. Без Гоши очень тяжело. Все птички летают, радуются жизни. А его нету. Он лежит в земле. Шарлотка вчера... Шарлотка вчера... Позавчера плакала так, что... Мне пришлось её обнимать, песни петь ей, молиться, чтобы она успокоилась, потому что у неё была истерика. И я до сих пор не могу прийти в себя. Мы выходим на улицу. Ходим по тем дорогам, где мы с Гошей ходили. Вспоминаем, скучаем, плачем. Вот такое вот потрясение у нас. Продолжение следует...